Здравия желаю, гражданин начальник! Вот приблизительно в этом месте мы с ней остановились, разложили тут пакет, там что-то вещи, она там сопротивлялась, вставала, пыталась убежать, я ее сбивал с ног, и вот удар как раз непосредственно по лицу, ей два раза ударил, один раз очень сильно, где-то порядка 10-15 ударов, попал прям непосредственно ей по шее, и она после этого затихла. В общем, под лужки взял ее и волоком оттащил, здесь буквально метров уже 10-12. А что вы сделали, где лужка, за деталку? Там он ее и в рот, пытался, значит, за микрофон без насилов, но, короче говоря, ну и взбил, ну вот так, по ней в диванку, короче, вот. Я ее толкнул на кровать, она упала лицом вниз, коленки были на полосе, то есть я ударил, топор у меня был в правой руке, я ударил ее по затылку, обухом топора, ну, в тыльной стороне топора несколько раз, где-то 4-5 раз, она захрипела, потом, значит, затихла, я вышел. Сижу, 15-й год уже, в общем, заключение, в камерной системе, вот посидим там два-четыре человека четверо, мы очень близко общаемся, вынуждены общаться, и довольно-таки сложно иногда, это было звериное больше как. Ну, в принципе, любые, я думаю, человеческие поступки, какой-то умысел, наверное, имеют. Потом, во всяком случае, второй, там, случай, через некоторое время это уже стало как навещей в идее, что ли, или что можно выразиться. Ну, ну так, знаете, как, как мне нечто такое внутреннее проявлялось, и я, честно говоря, уже, чем жальше, тем больше выложат в военную жизнь. С одной стороны, семья, жена, собственный ребенок, работа, круг общения, с другой стороны, вот, уже, второе. Сходя по городу, скажем так, ну, я в то время, кроме всего, я, то есть, моя преступная деятельность не только в это вот, кража, я занимался квартирными кражами, то есть, скажем так, социальное такое мне, уже мое поведение было музыкостью, я уже был закон, уже в этом мере чувствовал безнаказанность, а здесь вот эти такие, скажем так, ну, совместили в себе материальные выгоды и удовлетворения, вот, каких-то сексуальных, там, ну, других отклонений таких. Я перемещался вот в этом районе, вот, в конечном итоге, вот, после всех моих перемещений, зашел в подъезд... Одного из домов? Одного из домов, да. Поднялся на пятый этаж, была железная дверь такая, синего цвета, вот. Я, когда осматривал, обратил внимание, что она не закрыта на ключ, просто прикрыта и щель, вот. Я постучал в дверь несколько раз, чтобы убедиться, вообще, что там за движение такие, вот. Ну, никто мне не ответил, я эту дверь открыл и зашел. А здесь вот была, вот, типа, докта, диван, вот, где находилась непосредственно отрепевка. А там где-то, где-то была веревка привязанная. Я отрезал веревку. Где была веревка привязанная? Ну, где-то здесь, типа, трубы какой-то было, что-то такое, в общем. Я нож достал, мысль такая, что там человек, это, на всякий случай, связать, ну, и вообще там какие-то мысли. Ну, главное было оглядеться. Я же, когда увидел спящего, зашел в ванную комнату, там нет никого. Сюда зашел, и вот эта веревка отрезана. Заползлируйте, пожалуйста. Что вы взяли? Вот я веревку эту пополам сложил. Сначала, да, заползла так. Я начал руки, короче, вдова, сверху-то раз. Вот, и веревку уже, еще не успел вот это нормально сделать. Просто так вот кисти-то вроде прижал. Говорю, тихо-тихо, она вроде это, ну, такое непонятное. Потом начала вырываться. То есть это не что-то одно, а такое искусство всего. Именно вот я имею в виду то, что толкало. То есть падение какое-то нравственное произошло степенно. Внутренние какие-то тормоза опустились. Безнаказанность. Сексуальные какие-то, значит, фантазии. В конечном итоге. И все-таки вот вы шли на кражу? Или изнасилование происходило случайно, скажем? Или вы уже сознательно... Потом, да, потом уже сознательно я шел, конечно. Потом уже сама по себе кража была поступилась. Было интересно, страда всех этих ощущений. Мы что, ребенка выслеживали близко, да? Да, в городе. Вот для школы где-то еще. Ну, как-то оно так, знаете, происходило больше интуитивно. Какое число у нас первое? Мол, завтра ровно 16 лет. Как меня затяжали. Фактически на месте преступления. Ну, практически, да. В момент, можно сказать, совершения. То есть еще то, что осмысление? Нет, осмысление тоже постепенно. По мере вот отбывания наказания. То есть... Обстановка к этому предоставленная? Ну, меня лично, да. Когда вспоминаешь, допустим, что было, что могло бы быть у тебя представить. Семейная жизнь, там, дочка в возрасте замуж будет, внуки будут, да? Думаете, не давить, что ли, на это? У меня же дочь. Ну, сейчас ей 24 года на днях будет. Ну, там я девочку заманил в лес. На окраину города там в лес. И там изнасиловав, убил. А почему убили? Если бы других не убивали? Ну, здесь еще сыграл такой мотив, что эта девочка знала меня. В том дворе, где она жила, жили знакомые наши, у которых тоже была дочь. И они с моей дочерью иногда играли по дворе, поэтому она меня знала. Ну, вы-то знали, что она нас знает? Ну, да. И пошли, тем не менее, на это? Да. То есть вы заранее знали, что ее убьете? Да. После этого уже начали убивать других? Да. Потом, уже через, через год безмолотов, в том же месяце как раз получилось. В Июне, уже 97-го года. То я его убил, говорит, в июне еще 97-го сожительницу. Ну, находясь в розыске, жил я женщину, и его убил. А потом вот девочки, из тем как меня задержали. Потому что сейчас я на это смотрю уже. Да, ну неужели это я? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи.